23 тысячи человек освободили из тюрем. Досрочно, да. Условно досрочно, да. Связаны ли эти цифры с войной? Отправились ли эти люди на фронт? Или это... Общая статистика такая. Общая статистика, да. И два абсолютно разных процесса. Надо сказать, что цифра это загадочная. Она, конечно, требует комментариев. Я посмотрела статистику по условно-досрочному освобождению за 10 лет. Я не буду вас мучить всеми 10 годами. Но вот, например, на год раньше... Вот сейчас была статистика за 22 год. 23 тысячи человек освободили. А вот в 21 году, на год раньше, освободили 54 504 человека. То есть в два раза больше. Больше, чем в два раза. Больше, чем в два раза. 10 лет назад 65 237 человек. Но, тем не менее, 23 тысячи это очень много. Потому что мы, про всесидящие, особо не видели, что освобождают условно-досрочно. Потому что всех, кто хотел выйти досрочно, всех отправляли на фронт. Через фронт. И это через механизм помилования. Но, вот эта вот новость очень хорошо бьется с новостью от медиазоны по поводу рекорда закрытости судов. Дело в том, что я совершенно уверена, и мы такие случаи видели, когда заключенные, осужденные подают ходатайство в суды об условно-досрочном освобождении. И в этих ходатайствах пишут, зачем я ухожу условно-досрочно на СВО. То есть это минуя механизм помилования. Но надо сказать, что в прошлом году мы видели и другие чудеса. Мы видели, как получают минимальные сроки. И тут же условно-досрочно освобождение или вообще условные сроки людей, которые сидят в СИЗО. И которые говорят, уже на судебном процессе, когда их начинают судить, что я хочу уйти на специальную военную операцию. Все, получаем маленький срок. Или за отбытым в тюрьме. И очень внимательно мы следим, чтобы ты действительно отбыл на войну. И вот совсем вопиющие случаи, например, у нас есть в Иркутске, где еще в феврале этого года уже собирались судить шестерых, если не ошибаюсь, сотрудников местного Иркутского УФСИН. Этим делом занимался фонд за права человека Льва Пономарева, Катер Курьянов. И мы тоже этим занимались. И прекрасный иркутский адвокат. Это было очень тяжело довести до скамьи подсудимых этих шестерых, которые обвинялись в массам изнасилованиях. 300 человек у них жертвы. И очень долго длилось вот это вот следственные действия, там туда-сюда. И вот в конце концов приехали на суд, а их нет. Они ушли на фронт. Ну, Господи, какой кошмар. А скажите о... Это оформлен в суд. Возможно, что они оформили за отсиженным и до свидания. Вот это примерно, вот эта статистика есть. Какой кошмар. А вот я все время с вами, когда говорю на эту тему, мне интересно, а что вот позицию родственников, близких людей вообще никто не учитывает? Это все происходит с ними тет-а-тет? Это было в самом начале, еще при начале ЧВК, когда действительно было отбить, и мы отбивали десятки людей от этого дела, от вербовки в СВО. А потом они стали просить перед контрактом подписывать одну маленькую бумажку. Маленькая бумажка называется там «Я, Иванов Иван Иванович, осужденный, не желаю, чтобы мои личные данные выдавались третьим лицам, включая родственников и адвокатов». И все. Вот вы говорите дальше вот гробы, вот говорите кладбище, вот говорите неизвестно совершенно родственникам, где кто похоронен, никому об этом не сообщают. Такая бумажка же есть, не сообщать. Вот и все. Ольга, еще одна, не то чтобы новость, но тем не менее, о том, что по статье госизмене теперь будут сажать пожизненно. Что вы об этом думаете, насколько это плохо? Возможно, это риторический вопрос, но я все равно бы хотела услышать ваше мнение. Вопрос риторический, конечно. И меня, конечно, удивляют все эти люди, которые настаивают на пожизненном сроке, это уже принято. И такое ощущение, действительно, что мемориал закрывали для того, чтобы никто не помнил, что буквально через две три итерации все эти вещи касаются тех, кто громче всех кричал про пожизненное пожизненное. Но я еще уверена, что, конечно, в ближайшее время, ну, я не знаю, в течение года, в этом году, в начале следующего, нам вернут смертную казнь. Народ требует, что? Народ требует смертных казней, и все это будет. То есть смертную казнь будут получать люди, которые, грубо говоря, простите, совершают массовое убийство или массовое изнасилование, или люди, которые плохо говорят про войну? Ну, я думаю, что, конечно, мы же видим с вами, прекрасно, что сроки позиционерам, сроки Владимира Карамурзи, это в два раза больше, чем любым массовым убийцам. Кстати, сказать еще о закрытии судов. У нас же будет скоро суд военный, гарнизонный, очередной суд над Навальным, которого обвиняют нас в терроризме. И вот это вот очень интересная вещь. Она очень хорошо обкатана на процессе Владимира Карамурзы. Это еще и способ убрать адвокатов. Потому что мы же знаем с вами прекрасно, что сейчас Алексей Навальный общается с нами через адвокатов. Потому что у него практически каждый день судебные заседания, и он каждый день может общаться с адвокатами. Если судебные процессы закроют, то все, что выходит из зала суда, будет грозить прежде всего адвокатам. Не только потери адвокатского статуса, но и уголовным преследованием, как это было с Вадимом Прохоровым. Благодаря ему мы узнавали, что творится на процессе Карамурзы. Благодаря ему мы узнавали, как прокурор рассказывал, что Борис Немцов на фотографии 15-летней давности на аватарке Владимира Карамурзы протягивает руку вверх и что-то показывает, и что это Зига. Вот это мы узнаем, а это государственная тайна. Понимаете, это государственная тайна, и Прохоров вынужден был уехать, уже просто опасаясь за свою собственную свободу. Эти вещи будут происходить теперь на всех закрытых процессах. А теперь, кстати, адвокаты вообще все еще под присмотром Минюста по новому закону. Теперь все данные должны быть в электронном виде, данные их подзащитных и так далее. То есть уже нет никакой независимости адвокатов, получается. Правильно я понимаю? Разумеется. Разумеется. И то, что адвокаты сейчас стали говорить, что мы ходим под Минюстом, ребята, вы чего? Адвокаты не должны ни под кем ходить. Адвокаты это совершенно... У них особый статус. И, конечно, сейчас в опасности будут адвокаты Алексея Навального, поскольку, ну, понятно абсолютно, что Алексей и они тоже сделали все для того, чтобы мы знали о том, что там происходит. И таким образом они, конечно, подставят себя под очень серьезный удар. Именно для этого закрываются суды. Для ликвидации Института независимых адвокатов.